Винди Добрый вечер Мы в стартап-шоу действительно третий раз И в стартап-шоу у нас было на самом деле первое публичное выступление Мы пришли с нишевым стартапчиком для кайтсерферов с маленьким трекшном и так далее С тех пор мы выросли в 35 раз, стали прибыльной компанией Вот у нас работает 20 человек И мы торгуем ветром Почему ветер? Потому что ветер делает людей, как Александр сказал, надо делать клиентов счастливыми Ветер делает очень много людей счастливыми Мы, конечно, не умеем пока управлять ветром Вот, работаем над этим Но мы им даем инструмент для того, чтобы они меньше промахивались с ветром Мы им даем отличный прогноз погоды И выяснилось, мы начинали с кайтсерфинга Выяснилось, что ровно в том виде, в котором мы готовим ветер для кайтсерфинга Нужен он для серферов, яфтсменов Даже рыбаки пользуются этим То есть мы стали нишевым проектом Таким с большим, с полумиллиардной аудиторией в перспективе Мы им даем суперудобный, суперкрасивый прогноз погоды Ровно так, как им нужно Мы сами кайтсерферы понимаем, как нужно делать Но есть еще одна проблема Она гораздо более серьезная Прогноз очень часто врет Ну, все, кто пользуется прогнозом, понимают, что дождик не пошел Или еще чего-то С ветром вообще беда Когда ты собираешься на новое место Ты не знаешь вообще, как там смотреть прогноз И мы запустили локальные чат-группы В этих местах У нас 20% аудитории ими пользуются И на текущий момент ты в любое место едешь Спрашиваешь, ребят, что с ветром Они тебе отвечают, как смотреть Оказывается, что кто-то живет прямо на споте и так далее Это прорывная история И в целом то, что мы делаем Мы делаем для вот этого, а не ради денег Мы приближаемся потихонечку к миллионному годовому обороту У нас 3 миллиона установок На прошлой неделе мы получили беджик 1 миллион инсталлов в Google Play С оценкой 4,7 Это мало у кого есть Аудитория, естественно, весь мир Она путешествует Бессмысленно заниматься одной страной 30% евцмены 35% кайтсерферы, виндсерферы 20% рыбаки И вот как бы рыбаки у нас будут расти Мы знаем, что для них нужно делать Бизнес-модель Сейчас мы пока работаем чистый фремиум Берем, продаем про аккаунты пользователям По 30 долларов Они отлично покупают Некоторые говорят, что дорого, но все равно покупают Мы собираемся переходить на подписки От этого мы планируем еще в 2-3 раза выручку с одного пользователя Увеличить И мы начали создание маркетплейса У нас 20 тысяч бизнесов в приложении Мы начинаем их монетизировать Строить процесс продаж И в перспективе, естественно, придется делать, скорее всего, букинг В команде у нас 10 фуллтайм-разработчиков 10, не разработчиков, 5 разработчиков Остальные там маркетинг и так далее Вот это вот все Вот, и 10 на фрилансе Мы с Мишей запускали в 2005 году Ну, наверное, самый успешный B2B-портал В IT-дистрибуции в России У нас уже, когда все по ICQ торговали У нас 50% транзакций происходило через интернет Это было в то время прям круто Нас конкуренты догнали лет через 7 Вот И мы позанимались бизнесом, управлением и так далее Решили, что в продукте нам интереснее И вот запустили вот эту историю Вот Мы сейчас катаемся к раундей А у тебя время? Время Время? А, ну вот, как бы, готовим трекшн для раундей Вот, я думаю, что через полгодика выйдем Спасибо тебе большое Зал прям замер, слушай, такая тишина Мне кажется, что просто все в шоке от того, что как бы у нас принято, знаете, там В картошку проинвестировать, в недвижимость, не знаю, в палатку какую-то А тут люди, вот, занимаются ветром И предсказывают, куда будет ветер дуть Мне не понравилась киллер-фича, что у них Вот он тоже не сказал Что у них строительные компании заказывают Чтобы Те, которые строят Небоскребы Чтобы корновщики знали, куда будет дуть ветер Вот это прикол вообще полный Никогда бы не подумал, что корновщикам нужно Знать, куда дует ветер Итак, дорогие друзья Спасибо за просмотр!